Выставка-ярмарка Брест – православный событие, которого в Бресте жну с нетерпением. Кроме того, что на мероприятии можно приобрести необходимую литературу, иконы, церковную утварь, посетители обогащаются и духовно. И такую возможность дают не только просмотры фильмов о подвиге святых, но и беседы со священником. Порой современный мир ставит перед верующим целый ряд вопросов, ответить на которые может лишь человек-сведущий. В частности, на вопросы, касающиеся веры, может дать ответ священнослужитель. Разговор по душам приносит благодать и просветление. Такую возможность дает выставка-ярмарка. Если мы будем носить свою проблему в себе и не знать, как ее решить, то, конечно же, решения и результата этой проблемы не будет. Лучше всего это, прежде всего, выполнять свой долг как православного христианина, что мы всегда советуем каждому человеку, с каким бы вопросом он ни подошел. Это, конечно же, жить с Богом, а жить с Богом, общаться с Богом – это значит молиться. Молитва – это есть общение с Богом, и это общение помогает нам решить наши вопросы, наши проблемы. Вопросы, с которыми люди приходят к священнику, самые разнообразные. Одни связаны с семейными проблемами, другие касаются веры, правил поста, подготовки к таинствам, исповеди и причастия, венчания и бракосочетания. Каждому человеку его проблеме священнослужитель подбирает нужный ключ, который проливает свет на беспокоящий, порой годами, вопрос. Это мероприятие очень необходимо, и можно его проводить очень часто, и, я так думаю, для спасения души каждый человек должен думать об этом. Есть вопросы, которые ты сам не можешь решить, и ты всегда колеблешься между теми и этим. И когда именно иногда такие вопросы, которые твои ближние не могут тебе помочь, поэтому помощь священника иногда просто бесценна. От священника бывает такая вот благодать исходит, поговоришь с ним, выходишь окрыленный, чувствуешь радость, укрепляется вера, хочется что-то сделать возвышенное, светлое. Изменяя мир, начните с себя. Эта фраза знакома каждому, однако не всегда люди ей руководствуются. Именно поэтому часто священники, ищущие ответы на свои вопросы, дают наставление пересмотреть образ жизни и, возможно, начать с чистого листа.